По оценке СГК, средний возраст магистральных теплосетей в Новосибирске составляет 34 года. Неудивительно, что половина всех повреждений на теплотрассах крупных городов присутствия этой энергокомпании приходится именно на Новосибирск. Правда, ситуация начала кардинально меняться в 2022 году. Сейчас идет замена теплотрасс на 20 участках общей протяженностью 12 километров. Энергетики показали, как ведется замена трубопровода на улице Островского. Теплотрасса на Островского прослужила 58 лет. Она была введена в эксплуатацию еще в 1964 году и снабжает теплом 203 многоквартирных дома, 14 детских учреждений и 8 медицинских. За пять лет на трубопроводе возникло 12 серьезных повреждений. При этом теплотрасса является транзитным узлом между первым районным участком тепловых сетей в центральной части города и четвертым участком теплосети в Калининском и Зержинском районах. Поэтому дефекты в этой локации автоматически ухудшают параметры теплоснабжения сразу в нескольких районах Новосибирска. За последние годы вопрос второго магистральных теплотрасса стал не только вопросом отключения и каких-то неудобств внутри жилых помещений, но и внешне. То есть мы видим, как кипятком затапливает улицы. Поэтому та работа, которая в этом году начата, я считаю, что это необходимая история для города Новосибирска. Это позволит нам все-таки уйти от бесконечного латания дыр. Компания МАЗ «СтруйЭлит» подрядчик сибирской генерирующей компании заменит на Островского 360 метров трубопровода, а также железобетонные конструкции канала. На сегодняшний день уже произведена замена 220 метров. Работа выполняется на заключительном третьем этапе. Нам остается здесь порядка 140 метров уже произведены все демонтажные работы. И мы приступили к замене конструкции канала. Единственной серьезной проблемой для автомобилистов и для местных жителей стало перекрытие улицы. Поэтому работа выполняется в несколько этапов из-за сложной схемы организации дорожного движения, необходимости устройства объездной дороги и близости траншеи к частным жилым домам. Первый этап мы провели частичное закрытие улицы Островского. Потом мы перешли на второй этап с закрытием улицы Селезнево. После выполнения двух этапов мы перешли на завершающий этап, открыв перекресток Островского и Селезнево. Мы с местными жителями проводили работу еще зимы. Всех оповестили, неоднократно проводили беседы в администрации района и доводили нашу информацию, наши планы. Проблем при таких масштабных ремонтах было бы еще меньше. При большей включенности ГИБДД в вопросы организации временных схем движения. Есть много вопросов, связанных с малоинформативными знаками, которые окружают строительные площадки. Отсутствуют схемы объезда для автомобилистов. Поэтому вопрос к тем организациям, которым готовят проектные решения и потом с ГИБДД согласовывают все вот эти дорожные знаки и пути объезда. Когда делается заказ с таким организацией, нужно просто техническое задание прописать таким образом, чтобы не делали это все для галочки, а было сделано действительно с максимальной эффективностью. Представители СГК и подрядчики отметили, что возьмут на контроль эти вопросы. Планируемый срок окончания работ Настровского – 31 августа. Общая стоимость проекта – 47,5 миллионов рублей. Вообще, в рамках нового формата, так называемой ценовой зоны теплоснабжения, который Новосибирской был отнесен решением федерального правительства, сибирская генерирующая компания в ближайшие 10 лет планирует инвестировать в развитие централизованного теплоснабжения города не менее 20,5 миллиардов рублей без НТС. При этом тариф на тепло в Новосибирске остается самым низким среди городов-миллионников. Если ваши гражданские права нарушены, если вашей жизни и здоровью угрожает опасность, пишите нам. Добавляйтесь в наши группы в социальных сетях, задавайте вопросы и предлагайте темы для сюжетов. Не забудьте поставить лайки и отправить видео друзьям. Возможно, именно сейчас им требуется помощь прецедента. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова